Чушкаризм, как последняя стадия болезни. Как говорил великий немецкий философ Георг Гегель, трижды убивает свою нацию тот, кто игнорирует свой родной язык. Но есть у русского народа и такая поговорка, Иваны, а в нашем случае азербайджанцы, не помнящие своего родства. Да-да, наши же азербайджанцы так называемые по отчеству и фамилиям, которые мало того, что не могут нормально говорить на языке своих отцов и дедов, но к тому же оскорбляют свою же часть народа, в барыве угарного бешенства и снабочевшими глазами орут и вопят со словом «чушки». Забывая при этом, что и они считаются частью этого народа. Во всяком случае по отцу. Но видимо их отцы не смогли передать эту любовь и к своему народу, языку, культуре и многому другому. Иначе они не орали бы и не относились бы так презрительно к своему народу. Хотя бы потому, что носят наши азербайджанские имена и фамилии. И мне вспомнилось два случая в моей жизни. Один случай с языком, а другой со словом «чушка». И в первом случае у меня был близкий знакомый грузин по имени Гурам. Который прекрасно говорил на своем грузинском и хорошо на украинском. У которого мать была украинкой, который выучил этот язык, находясь в каникулах у своей украинской бабушки в гостях. Я сказал Гураму, что он метис наполовину. Он вроде бы обиделся и ответил. Что он и в первую очередь 100% грузин по отцу и 50% украинец по матери. А язык матери выучилась за любви и уважения к своей матери и родной также ему Украине и его народу. А второй случай со мной произошел в 80-е годы в Баку. Когда я впервые услышал это слово «чушка», а в свой адреса в обувном магазине. Когда позвал девушку-продавщицу к себе. А она сказала своему товарищу по работе, что ее подзывает какой-то чушка. Я у нее спросил, кто она по национальности и почему она меня назвала «чушкой», конечно, на азербайджанском языке. На что она мне на ломаном бакинском диалекте и невнятном языке что-то мне пробормотала. Я вызвал ее директора. И при ней, на чистом русском языке ей сказал, что «чушками» являются ее родители. Которые воспитали в ней не воспитанную свинью и не азербайджанку. А все я к тому говорю, что именно вы, русскоязычные азербайджанцы города Бакуи, являетесь чушками, плохо говорящими на родном вроде вам языке и в душе. Не любящая часть своего провинциального народа. И, к сожалению, именно таких очень много в городе Баку. Я не националист, а всего лишь патриот своей родины. Я и сам закончил русскую школу и прочел до армии до 200 литературно-художественных книг. И большую часть зарубежных и российских авторов. И очень небольшую часть азербайджанских поэтов и писателей. Но несмотря на это, я хорошо говорю на своем родном языке и пишу на кириллице также в азербайджанском варианте. А главное то, что я был бы очень рад, если наша нынешняя молодежь знала бы много языков иностранных и в первую очередь английский и русский. Так как они оба нам очень важны. Но я против того, чтобы это делалось в нашей стране в ущерб азербайджанскому языку. И считаю, что каждый гражданин нашей страны в обязательном порядке должен знать государственный язык нашего государства. Каим является азербайджанский. Стыдно и зазорно должно быть тем, кто по инициалам является азербайджанцами, но плохо говорящими на родном вроде бы для них языке. Ладно бы, если они жили бы за пределами нашей страны. Но жить у себя и плохо знать свой язык, просто позорно и зазорно, для них. А у меня вопросы к ним. Неужели они не изучают за рубежом язык страны проживания? Хотя бы взять Россию, где введен обязательный закон знания и экзамен по языку этого государства. А почему они так пренебрежительно относятся здесь и к нашему государственному языку проживания? Эти наши городские бакинские русскоязычные «чушки» плохо говорящие на своем языке. Вопросительный знак. Да и к тому же оскорбляют свой народ «чушками». Хотя это слово нам привнесено армянами. Но быстро подхваченное нашими русскоязычными бакинцами, в том числе и азербайджанцами. Да да армянами, которых мы в Гиндже всегда зарвавшихся этих армян хайван называли «ирмени чошкасы». И у нас никогда ни один армянин не посмел бы это слово «чушка» в открытую высказать. Не решились бы и не посмели бы. А почему, то спросите у нашей мутной правокатарши по интернету, у гинджинской Маруси Рапа. Это у него кличка такая. Но это слово прижилось в Баку с помощью некоторых и наших неаксакалов, а с посидевшей головой. Я таких людей никогда не уважал и не считалаксакалами. Которые вроде призывают самообразовываться и тут же оскорбляют часть своего народа. Ну ладно, это делает такой молодой провокатор и продавший свою страну и народ. И в данное время проживающий в Подмосковье один деятель, которого я зову не своим именем, а Герасимом. Этот деятель полностью кооперировался с армянским агитпропом. И считаю, что стал армянским продажным пропагандистом. И думаю, что он завербован еще по его деятельности по Баку. У этого мангурта нет проазербайджанской позиции по Карабаху, Хаджалы, 20 января, в Баку и во многих других вопросах. Но который говорит, что является азербайджанцем и в то же время также оскорбляет наш народ во многом и также называет нас чушками. А я не дую и не считаю его азербайджанцы, а он скорее всего засранец. Также правильнее его посчитать винегротом или «дружбой народов». Он говорит, что в нем течет кровь пять-шесть народов, но у которого почти полностью сходится позиция с армянами. При замечании и осуждении его он заявляет, почему нашему неаксоколу, аспасидевшей головой, можно нас называть чушками, а ему нет. Хотя это слово армянское и оно относится полностью к армянам. Это слово относится к двум ее обозначению. Во-первых, слово «чушка» говорится и имеется в виду к чугунным и стальным болванкам. А во-вторых, это слово относится и говорится паросинкам свиноматки. Поэтому мы их в Гиндже всегда звали «Ирмени Чушкасы» или «Данус Баласы». Также к этим неаксоколам относится и родственник армянских дашнаков, Бейдула Манафов. Который тоже больной чушкаризмом, но при этом также не знает хорошо своего родного языка. Который со мною в дискуссии выбрал пиццу, вместо родины и патриотизма. Или взять этих русскоязычных мангуртов и чушек из щиты Лейла и Рамиза Юнус. И таких азербайджанцев, не помнящих своего родства, а к сожалению у нас много. Но самое странное то, что часть наших патриотов молчат и не высказываются насчет этого уже ставшего посмешищем со своими криками «чушки» на все горла в инете, и в чем-то прав Герасим говоря о том, что почему на него наизжа. Ют по этой части высказывания, они видят этот возглас у человека с посидевшей головой. Патриоты, почему вы подходите к этому вопросу с двойными подходами? Или вы считаете этому старому человеку все позволено? Даже оскорблять часть своего народа? Или он у вас стал неприкасаемым идолом? А может быть у него обострилась болезнь маразматическая под названием «чушкаризм»? А не проще ли его показать врачу-психотерапевту? А то может случиться, что у него началось обострение в связи с возрастом. Вот и советую его приближенным показать его срочно врачу. И не позорить себя и наш народ, так как у нас одна борьба это с армянской агрессией и оккупацией наших земель. А больной чушкаризм и ее последствия оставить на потом. И потом, патриоты, я знаю, что вам не симпатичен. Но это для меня не столько важно. Для меня, нашими врагами, пока наши земли под оккупацией является Армения и ее дашнакское правительство. А все остальное оставим на потом. А кто не согласен со мною и имеет другое мнение, то я их авготов выслушать также по телефону. Армяне нас называют чушками и баранами, а я предлагаю называть их хрюшами и хайванами. На прощание вот мой телефон, кто посчитает нужным, позвоните высказаться. 070-240-34-47 Автор Габель Мерзоев